Добрый день, друзья! Добрый день, уважаемые слушатели Директ-Академии! Сегодня мы проводим наш очередной вебинар, и вебинар будет посвящен Википедии. Вести вебинар будет Анна Геннадьевна Бирюкова. С ней вы познакомитесь через пару минут, а я, как всегда, начинаю наш вебинар с тех ссылок, которые я разместил в самом начале нашего чата. Это четыре полезные ссылки для Директ-Академии, для слушателей Директ-Академии. Первая из них ведет на нашу главную страницу, и на ней вы можете зарегистрироваться на любом мероприятии, вплоть до конца нашего учебного года, в конце июня месяца. Следующая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube, и на нем хранятся все записи всех проведенных наших вебинаров. Уже около 450 записей у нас. Это огромная база знаний по тематике, близкой к высшему образованию. Кстати, этот вебинар тоже записывается, и, надеюсь, сегодня, ближе к ночи, он уже будет тоже положен на наш видеоканал. Так что подписывайтесь на него, чтобы быть в курсе того, что делается в Директ-Академии. Третья ссылка ведет на страничку онлайн-курсов, и она предназначена для тех, кто хочет учиться онлайн. В настоящий момент у нас есть предложение 11 курсов. Один горящий курс, который должен начаться уже в 3 апреля, это курс Марины Орешко, нашей постоянной ведущей. И, наконец, последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов, где вы сможете приобрести сертификат сразу после окончания нашего сегодняшнего мероприятия. Как всегда, я хотел бы дать анонс трех следующих мероприятий, которые у нас состоятся, начиная с завтрашнего дня и включая начало следующей недели. Вот они, на сей раз это в конце чата. Завтра, 22 марта, будет мой вебинар, который начинает наш полугодовой небольшой трек, посвященный продуктам компании Директ Медиа. И, как всегда, я его начинаю с вебинара, который называется «Университетская библиотека онлайн для преподавателя. Читаем, работаем, публикуем». В понедельник, 25 числа, вебинар Алексея Мурзинова, который впервые будет представлен на Директ Академии. Этот спикер «Кто ясно мыслит, тот ясно излагает логика дипломной работы». На этом вебинаре Алексей поделится опытом ведения дипломных работ. Надеюсь, вам это будет тоже интересно. Ну и, наконец, 26 марта, во вторник, Марина Пивень продолжит свой цикл вебинаров, посвященный истории искусства. И нас ждет вебинар «Анри Матисс. Я просто кладу краску, которая выражает мои чувства». Ну и последнее, что я хотел бы здесь представить. Я надеюсь, что Анна в своем вебинаре об этом еще немножко расскажет. Это наш второй вебинар по Википедии, который состоится, связанный с Википедией, скажем так, который состоится 3 апреля. Ой, сейчас, одну минуточку, я его возьму в буфер обмена. И я думаю, что он тоже будет для вас интересен. По крайней мере, раз вы пришли сюда на этот вебинар. Вебинар будет называться «Викистатья об организации. Как избежать типичных ошибок». Евгения Юрьевна, сегодня будет не презентация, а ряд изображений, но почти как презентация. С виду это будет почти как презентация, а самой презентации как таковой нет. Так что смотрите запись, и если хотите что-то сохранить, и все будет нормально. Мое вводное слово закончено, и я хотел бы передать слово Анне Бирюковой для проведения нашего сегодняшнего мероприятия. Анна, прошу на связь. Здравствуйте. Меня видно, слышно, да? Отлично. Наверное, может быть, не очень обычно слушать вебинар от довольно молодого специалиста еще в футболке. Извините, если это не типичный для вас формат. Я сразу скажу, что я не связана с Викимедией представители, которые уже приходили. Это немножко другая история. Для того, чтобы пояснить свои аффиляции и вообще пояснить, кто я и почему я рассказываю про Википедию, нужно немножко рассказать о том, чем я занимаюсь, потому что это не самая типичная ситуация, не то что в России, а даже в мире. Если в общем, есть основной фонд Викимедия, который занимается непосредственно развитием Википедии в мире. И вообще не только Википедия, но и связанные с ним Википроектов. То есть сначала начиналась Википедия, потом она разрослась, появился фонд Викимедия, который должен это все поддерживать. В некоторых странах, их около 30, есть региональные представители, которые имеют официальную лицензию от фонда Викимедия. Они имеют право называться Викимедия, они имеют право пользоваться их логотипом, они имеют право представлять их интересы и рассказывать о Википедии, нести в массы идеологию Википедии. Что такое Викифай? Викифай – это коммерческая организация. У нас в основном составе всего три человека. И мы занимаемся коммерческими Викистатьями. То есть есть такая интересная особенность, за, оказывается, за, это абсолютно легально, за статьи, за написание статей можно получать оплату. И мы работаем уже пять лет или больше, даже шесть. Это совершенно официально, есть резолюция фонда, которая говорит, что вы можете получать оплату за сделанную работу. Тут очень важно получать оплату не за то, чтобы опубликовали статью на Википедии, а за то, чтобы сделали исследование, написали статью. Да, у нас есть план Винара, сейчас я вам расскажу. Я, собственно, пытаюсь сказать, чем я занимаюсь. Мы работаем очень долго, и это не, как бы так выразиться, у нас нет проблем с Вики-сообществом, мы очень дружны с Вики-медией, и у нас очень большой опыт работы с Википедией, в том числе представление для организации, чем может быть полезна Википедия, в том числе для специалистов, чем может быть полезна Википедия. Собственно, то, чем я буду сейчас заниматься, это рассказывать вам и любым специалистам, которые сегодня подключаются, потому что у нас сегодня не только преподаватели, не только... Как мне говорили, как мне говорил Павел, у нас здесь представители библиотек, это очень здорово, но это будет полезно, в принципе, для всех специалистов. Я не из тех людей, которые говорят, что Википедия – это суперздорово, и обязательно туда идите. Википедия – это супернепросто, и для того, чтобы туда идти, нужно понимать, что там происходит. Я знаю, у вас было несколько вебинаров, и вам наверняка рассказывали о том, как она устроена. Тем не менее, мне придется сказать для начала, какие-то общие положения, потому что далеко не все люди, которые сегодня подключались, знают, что это такое. Плюс то, что я могу рассказать, в принципе, может немножко отличаться от того, что рассказывали раньше, потому что... Не знаю, я надеюсь, что я расскажу это сильно проще. Сейчас, одну секунду, тут есть вопрос, которые могут сойти за рекламой организации. Нет, это не реклама организации, это абсолютно нейтральная статья, которая соответствует правилам Википедии. Во-первых, там есть критерии значимости. Все, что я сейчас рассказываю, это будет в следующий раз. Это очень скользкая тема, это очень серьезная тема, потому что далеко не все знают, что даже если вы работаете в своей организации, вы пишете об этой организации, если это, ну, не знаю, научный институт или что-либо еще, вы все равно попадаете в эти же критерии, в которых работаем мы. К вам точно такие же серьезные требования к качеству изложения, к нейтральности изложения, к источникам. Поэтому то, что вы спрашиваете про рекламу организации, это как раз те самые грабли, на которые не надо наступать, когда вы пишете статью. И это будет рассказано в следующем семинаре. Сейчас я буду рассказывать о том, как общаться с википедистами, как пользоваться любыми удобными для вас инструментами Википедии, которые есть, как вообще быть википедистом не... Скажем так, не обязательно писать статьи, чтобы быть википедистом. Это очень важно понимать, потому что есть очень много опций, которые вам помогут, в том числе и для работы, и для повышения вашего авторитета, потому что википедия может работать абсолютно на 100% на ваш образ. Потому что одно дело быть просто специалистом, а другое дело быть специалистом, который делится знаниями, и который, не знаю, проверяет эти знания. Поэтому сначала очень коротко, как устроена википедия. Второе – это инструменты, которые могут понадобиться. В дальнейшем я надеюсь, что в конце, я надеюсь, что не задержусь и все-таки в час уложусь. Я расскажу о каких-то основных опциях, как можно взаимодействовать с википедией. И я не могу вам сказать вообще все варианты, потому что это все очень сильно зависит от ваших потребностей. И вам самим решать, как и для чего использовать википедию, но я вам могу рассказать, как с ней взаимодействовать, потому что, приходя на чью-то площадку, вы должны понимать, как работает эта площадка. Так вот, по поводу работы этой площадки. Википедия работает по правилам Соединенных Штатов Америки, потому что она там сделана. И все правила, которые в ней за 18 лет работы так или иначе сформировались, они сделаны, во-первых, они все отвечают законам, во-вторых, они сделаны так или иначе по какому-то решению, к которому пришло сообщество в процессе обсуждения. Мало кто знает, что в Википедии есть записанные правила. Это важно. Давайте я начну как раз с показа, потому что, наверное, смотреть на белый экран не суперинтересно. Так. Мне очень жаль, что нельзя транслировать в этой случае свой экран. Это было бы сильно проще. К сожалению, придется показывать скриншот. Я думаю, что вы прекрасно знаете этот баннер, про то, что Википедию может редактировать каждый. Это прописано. И что в этом случае означает «каждый»? Это означает, что любой человек, у которого есть компетенция, который сам считает себя специалистом в какой-то определенной области, это не значит, что у него есть образование этого специалиста. Это значит, что он почему-то считает, что он имеет право, что он вправе делиться своими знаниями. Он может прийти и сделать какую-то правку, сделать какой-то вклад. Это тоже важно понимать, потому что в этом случае действует очень хорошее правило. То есть на все... Из-за того, что Википедия, она не про специалистов, именно поэтому у нее есть свод формальных правил, которым нужно следовать. И на что часто указывает сообщество. Сообщество, я не знаю, как в мире, российское Вики-сообщество, оно очень сильно устоявшееся, оно не очень большое. То есть нельзя сказать, что все прям друг друга знают, но тем не менее большинство людей друг с другом знакомы. Это люди, которые так или иначе ездят на конференции, которые плюс-минус активны в правках, которые активны даже в чатах. И это, к сожалению, не такое большое сообщество. Это, кстати, объясняет, почему в Википедии российский раздел не очень качественный, потому что рук не хватает. И, опять же, это объясняет, почему большая часть статей содержит какую-то ерунду и до сих пор не правятся. Эти статьи, как правило, были созданы какое-то время назад. До них не доходят руки, потому что те пользователи, которые просматривают текущий вклад, которые приходят, есть возможность посмотреть на текущий вклад на странице вот прямо сейчас в процессе реального времени на новые статьи, на новые правки. Вот те люди, которые сейчас этим занимаются, они довольно хорошо это смотрят, и как бы враг не пройдет, новые плохие правки, в общем-то, не должны проскочить. А вот старые какие-то вещи, очень много информации в Википедии, которая требует проверок, и на это просто не хватает сил. Поэтому если вы понимаете, если вы натыкаетесь, это, кстати, по поводу того, как можно пользоваться вашей экспертностью, если вы натыкаетесь на какую-то информацию, профильную вам, и вы понимаете, как это работает, и вы понимаете, что здесь написана абсолютно ерунда, неправда, или что-то еще, или вообще какая-то опасная информация. Что для этого можно сделать? Есть несколько вариантов. Первый вариант, он довольно сложный, но он, конечно, самый крутой. Это разобраться в правилах, научиться что-то править и прийти поправить. Но это, конечно, долго. Второй вариант, всегда есть возможность предложить правку. Вы можете обосновать, представить источник обязательно. Вам нужно показать, на что вы ссылаетесь, потому что недостаточно голословных утверждений. Любая информация должна быть подтверждена источниками. Соответственно, вы можете предложить сообществу, что вот так на самом деле правильно, вот источник, а кто-нибудь из сообщества уже придет и поправит. Это о том, как можно нарабатывать себе, ну, скажем так, репутацию эксперта в этом сообществе. Что для этого важно? Для этого важно иметь собственную учетку, потому что любой шаг, любой чих в Википедии записан. Все изменения, так или иначе, во всех разделах всегда сохраняются. И если у вас есть собственная учетка, вы так или иначе где-то предлагаете свои изменения. Этот вклад остается у вас, его можно отследить. И давайте я, я, к сожалению, как я уже говорила, я не могу показать вам экран, но я вам могу показать ссылку, и я могу вам показать, где посмотреть вклад участника, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Я вам просто буду присылать периодически ссылки. Например, вот это мой вклад участника. Ой, он. Скопируйте, пожалуйста, полностью, даже не выделенную часть, потому что... потому что... что-то... есть какие-то проблемы с изображением. Хорошо, Павел, спасибо, что вы делаете короткую ссылку. Наверное, я тоже буду делать так. Я немножко отклонилась, прошу прощения. Я вернусь все-таки к варианту с введением, потому что это суперважно. Это суперважно, потому что я каждый раз, работая с разными людьми, будь то организацией, будь то преподаватели, будь то студенты или кто-либо еще, каждый раз рассказывая о том, что Википедия — это не только набор статей. То есть, понятное дело, что вы приходите, открываете статью, читаете, и такие, о, замечательно, там есть ошибка, что с ней делать, непонятно. Википедия — это на самом деле просто огромнейшая машина. В ней есть... в ней есть, скажем так, какой-то упорядоченный хаос. То есть, в ней очень много чего происходит, но так или иначе, это все происходит по правилам. Со стороны, если посмотреть, становится не очень понятно, что происходит, но, тем не менее, нестабильная связь, вы говорите про то, что теряется связь, правда? Очень плохо. Хорошо, я к следующему разу попробую подготовить презентацию, хотя это на самом деле сложно. По поводу правил. Если вы новичок, если вам все-таки приходится так или иначе начинать работать с Википедией, о чем я вас уже, напомню, отговаривала, вам нужно будет обязательно посмотреть какие-то основные правила, которые есть для новичков. То есть, если вы кликните на основную статью, в заголовке на то, что Википедия может редактировать каждый, вы попадете на введение в нее. И вы на странице введения можете увидеть правила. С этими правилами, в принципе, все хорошо, кроме того, что они непонятные. Они непонятные не потому, что они неправильные какие-то, они про то, что слишком много правил, слишком много исправлений и слишком много нюансов, плюс еще нужно обязательно уметь хорошо излагать. Поэтому сделать какую-то хорошую выжимку это прям целый талант. Я в свое время пыталась помочь людям, которые только-только начинают редактировать и сделала своего рода памятку, которая была чуть... Она очень сокращенная. Я ее тоже сейчас пришлю короткой ссылкой. Она про самую суть для людей, которые только-только пришли в Википедию и не знают, что делать. То есть, это вот самая основная информация о том, что такое источники, почему они суперважны, как их искать, что такое хороший источник, что такое плохой источник. Какие-то основные вещи по редактированию, какие-то основные вещи по разметке и всякие такие полезные темы. То есть, я делаю там оговорку про то, что это не заменяет правила Википедии, это просто их более понятное изложение. Это в любом случае будет понятно, ну, будет полезно человеку, которому так или иначе нужно что-то делать в Википедии. Поэтому, если вам нужно что-то уточнить, это лучше всего делать в самой Википедии, используя памятку. То есть, вы ищете нужное правило, после чего вы уже читаете, что там на самом деле происходит. Как искать правила, тоже не суперочевидно. Я сейчас вам показываю скриншот, на котором указано, что все правила ищутся через начало Википедии двоеточия. Это не основной раздел, это не Вики-статьи. То есть, если вы ищете Вики-статью, то вы просто вбиваете информацию о том, что название статьи любой, а потом дальше, что выпадает. В случае правил, все правила спрятаны под вот таким началом. Поэтому, если вам нужно найти какое-то правило, вы пытаетесь сделать это именно так. В чем сложность вообще поиска правил в Википедии? Далеко не все люди знают, что какое-то правило существует, а очень сложно найти то, что не существует. Это просто найди то, не знаю что. Поэтому просто нужно предполагать заранее, что на любой шаг Википедии существует какое-то либо правило, либо устоявшееся поведение. То есть, если вы сильно сомневаетесь, а лучше всего сильно сомневаться примерно в каждом шаге, который вы делаете в Википедии, то имеет смысл подружиться с кем-то из википедистов, чтобы вам подсказывали, где посмотреть правила. Я неоднократно видела ситуацию, когда приходили новые люди в, не знаю, чат Википедиста. Вы говорили, что типа «Здравствуйте, я новый человек, мне нужно написать статью, с чего мне начать?» А что википедисты, которые имеют очень большой опыт редактирования, говорят «Идите читайте правила, и это лучшая их помощь, которая обычно есть». В этом случае обращаться к сообществу как таковому немножко бессмысленно, потому что тут действует какое-то правило коллективной ответственности, когда слишком много людей, и ответственность распределяется на каждого, то есть они просто перекладывают друг на друга, а дальше, ну, гори все синим пламенем. Вот, поэтому имеет смысл найти адекватного пользователя, который делает много правок, правки которого хороши, сказать ему «Здравствуйте, мне очень нужен ваш патронаж, будьте моим тьютором». Как правило, википедисты в этих местах просто млеют и говорят «Да, замечательно, мы будем вашим тьютором», и дальше помогают. Вот, это довольно серьезная вещь, которую нужно учитывать, просто не обращайтесь к толпе. Давайте я попробую дальше. По поводу сообщества. Сообщество также регулируется определенными правилами. Чтобы попасть в это сообщество как специалист, нужно понимать сначала, как работает платформа. Нельзя просто прийти со стороны и сказать «Я специалист по квантовой механике, я тут все знаю, и у вас все неправильно». Но что вам справедливо скажут и что? Ну, потому что для того, чтобы говорить, что вы специалист, про то, что вы серьезно понимаете, как все устроено, размахивать публикациями научными или что-то еще, это вот точно недостаточно для Википедии. То есть, можно иметь авторитет в сообществе, если вы сначала знаете правила Википедии и о том, как это все устроено, и только потом уже говорить про то, что вы специалист в чем-то, потому что, как я уже напоминаю, Википедия для неспециалистов, и ее может редактировать каждый, поэтому ваше экспертное мнение, ваше образование, ваш опыт, он пригодится именно в этом случае. То есть, очень важно понимать, что вы, как специалист, гораздо более полезны для сообщества, я имею в виду сообщество вообще всех людей, которые читают Википедию, как человек, который разбирается в первую очередь в качественных источниках, который может сказать, что, например, на вот этот источник ссылаться нельзя, потому что, не знаю, специалист запятнал себя тем, что он публиковал какие-то, не знаю, статьи в мусорных журналах или что-то еще в этом духе, что его исследования неправильные. Как мы в свое время делали с Алексеем Водовозовым, если вы знаете, это медицинский журналист, он популяризатор, он рассказывает в основном про околомедицинские тематики, и в свое время на Википедии появилась статья про молоко А2, она была как раз довольно рекламная, потому что, сейчас я вам ее покажу, потому что в ней рассказывалось, в общем-то, об организациях, которые так или иначе ее производят, но тем не менее, там была попытка сделать, ну, скажем так, научное представление и обоснование, почему молоко А2 это вредные для организма вещи и что там с казеинами. Вот, когда Алексей посмотрел это и посмотрел на источники, хотя там формально были источники, и все было в порядке, то есть это были научные публикации, вот, он написал на ней, сказал, что там полный бред написан, и это нужно спасать, потому что это абсолютно лженаучная вещь. В итоге мы с ним подобрали материалы, он мне прислал список источников, которые верны, и на которые нужно ссылаться, сформулировали предложение таким образом, чтобы было понятно, что вот это исследование, да, несомненно, оно есть, но оно не подтверждено научно, а вот исследование, которое подтверждено научно, и вот на самом деле так и есть. Опять же, по поводу формулировок, так как Википедия, я напомню еще раз, это формальная вещь, если какая-то ересь, объективная ересь, написана в каком-то хорошем источнике, который имеет, ну, авторитет, скажем так, к Википедии, очень трудно будет его убрать из материалов. Максимум, что вы можете сделать как специалист, это найти ему равнодействующую или даже более сильную замену, и предложить это для аргументированного изложения, почему это не так. Собственно, опять же, вот здесь ваш опыт будет суперважным и суперкрутым, то есть вы, как специалист, можете сказать, что вот это на самом деле так, и в данном случае, скорее всего, формулировка в статье будет такая, что там, согласно таким-то исследованиям, дело обстоит вот так, однако, многие ученые или там, какие-то исследования, извините, что у меня голос севши немножко, какие-то ученые полагают, что там, и проводят исследования, результаты которого показывают, что все на самом деле иначе, то есть, скорее всего, если источник качественный, его не получится убрать из статьи, то есть, это большой недостаток Википедии, в том плане, что вам нужно убедить невероятное количество людей, невероятное количество википедистов в том, что это действительно источник, которого здесь не должно быть, и это сделать зачастую очень сложно, потому что википедисты, которые имеют статусы, которые решают судьбу статьи, они, как правило, тоже не специалисты, и они тоже следуют формальным правилам Википедии, то есть, это все нормально, формальные правила работают, и все хорошо, но нужно просто не дюже терпение, чтобы это сделать. Давайте я попробую сейчас пройти дальше, по заготовленным каким-то показам, чтобы объяснить, что такое википедисты и их какие-то права. Здесь представлены шаблоны, которые размещаются обычно в конце статьи, то есть, они обычно скрыты, вот вы можете посмотреть на Википедия, показать статьи, показать, это скрытые шаблоны, они просто, ну, как бы, они свернуты. Подводящие итоги открытые, и сообщества это открытые, то есть, они просто развернуты и показывают полностью, что в них происходит. И здесь можно видеть как раз группы пользователей, которые есть в Википедии. Вам наверняка это рассказывали, но я еще расскажу, что далеко не все слушали предыдущие лекции, поэтому, если коротко, если коротко, то есть пользователи, которые читают Википедию, они никак не зарегистрированы, они просто набирают что-то в Гугле, переходят по ссылке, читают, что там происходит, максимум возмущаются, что что-то не так, и уходят. Это первая группа. Вторая группа это те люди, которые, это очень большая как бы такая надгруппа, это те люди, которые так или иначе что-то пишут в Википедии, то есть, чьи правки так или иначе сохраняются. И вот здесь тоже разделение на несколько. Вы можете что-то написать, не имея учетки, и ваша правка останется, и она будет помечена просто айпишником, который в данный момент есть у вас, у вашего интернета. В этом случае вы просто пользователь, который знает, как написать что-либо на сайте. Второй вариант это уже скажем так, хороший левелап, это когда у вас есть учетка, вы зарегистрировались, вы прошли по ссылке, которая вам пришла на почту, вы подтвердили, что почта есть, что вы живой, вы не бот, и вы пользователь, и тогда вы подтвержденный пользователь, вы регистрированный, вы можете писать. Это тот момент, который я, про который я вам говорила. Этот момент у вас, как у специалиста, желательно должен быть. Если вы так или иначе пытаетесь что-то комментировать, пускай у вас будет учетка, потому что с этой учеткой вы можете отсылаться к своей истории. Вам не нужно будет искать по истории ваших обсуждений, где вы что писали. Вы просто зайдете во вклад участника, и по вкладу участника вы можете отследить, где конкретно были оставлены ваши комментарии. Это вам, опять же, пригодится, если вы пойдете дальше и будете получать следующие статусы этой группы, потому что там напрямую зависит в том числе от количества комментариев и от количества правок, скажем так, которые вы оставляете. Следующая стадия – это уже опытные пользователи, которые так или иначе имеют более сложные права. Наверняка вы видели в статьях варианты «последняя версия», «текущая версия» или как-то так, я не помню, потому что у меня немножко другие настройки. И это означает, что какая-то статья была проверена, а какая-то статья просто внесли или какая-то версия этой статьи, там, внесли изменения, которые еще пока что не проверяли. Кто вот эти люди, которые проверяют? Такие же википедисты, такие же люди, как вы. Это просто те люди, которые уже имеют какой-то опыт, им назначены права проверять это и одобрять это. Соответственно, здесь их можно видеть в группе пользователей автопатрулирующей. Я, правда, не вижу, где. Боже, группа пользователей. Ой, все очень сложно. Википедия такая, что даже мне не нравится, как все устроено. На самом деле есть отдельная страница, на которой собраны все эти группы пользователей. Да, спасибо большое, что подчеркнули. Соответственно, после автопатрулируемых идут патрулирующие. На самом деле, дальше идти не обязательно. Дальше идут уже те люди, которые решают вопрос оставления статьи или удаления статьи и какие-то еще более серьезные вещи, типа назначения прав и прочее. Чтобы идти в те группы, нужно очень серьезно вовлекаться в жизнь сообщества и быть не просто людьми, которые что-то правят не просто специалистами, а, скажем, такими вершателями судеб в пределах вообще Википедии, Рувики, естественно, потому что в любых других языковых разделах вам придется заново проходить все эти круги. Не скажу ада. По поводу автопатрулируемых, это та вещь, которую по-хорошему можно заслужить. Ее заслужить несложно. И что это означает? Это означает, что все ваши правки, которые вы вносите, будут помечаться как автоматически проверенные. То есть вашему экспертному мнению доверяют настолько, что сообщество говорит, да, этот человек вносит пользу в статьи, поэтому мы дадим ему права такого автопатрулируемого и все, что вносит, будет считаться хорошим. Для специалиста вовне это... То есть если вы будете говорить где-либо в сообществе, в профессиональном сообществе, что я редактирую Википедию, это, ну, возможно, даже хорошо. Но если вы будете говорить, что я автопатрулируемый в Википедии, вы знаете, как это звучит для людей, которые не знают, что это такое? Это такой статус эксперта, который поднят до состояния, когда 99,9% людей из экспертов, которые это делают, и вообще специалистов, они не знают, как это работает, и для них это звучит примерно заоблачно. Типа, вау, ты автопатрулируемый на Википедии. Да, возможно, это немножко пылепускательно, но тем не менее для Википедии это суперважно, потому что не так много людей имеют статусы в самой Википедии, потому что российское сообщество, русское сообщество, оно довольно маленькое, плюс у него есть всякие региональные ответвления в виде национальных языков, и национальные языки, они довольно популярны. В случае Википедии, Ruviki, которая, она очень специфичная, потому что, естественно, есть горячие темы, на которые очень любят что-либо редактировать. Обязательно скажу, как я вижу. И, естественно, самые популярные темы, они околонаучные, они, ну, скажем так, это все, что происходит здесь и сейчас, например, там, Большой Андронный коллайдер, что-то происходит, очень громкая тема, обязательно пойдут писать. Естественно, это политические темы, естественно, это громкие события, ну, такого регионального масштаба, как минимум, федерального масштаба точно. Если случается какой-то неприятный инцидент, естественно, об этом тоже будет очень много людей пытаться написать. Все остальные темы, так или иначе, ну, не то чтобы заморожены, но они не имеют какой-то большой популярности. У меня моя магистрская научная работа была как раз на тему проверок, почему люди обращаются в Википедию и как количество просмотров коррелирует с мотивами, по которым люди обращаются. И, в общем, оказалось, что из популярных статей, стабильно популярных, ну, в разделе «Наука», потому что это больше мне профессионально подходит, есть, например, такой большой раздел, который занимает, там, четверть исследуемой раздела, ну, скажем так, периода. Это статьи про медицину, и, как вы понимаете, они все написаны плохо. Но, тем не менее, у пользователей они имеют высокий стабильный интерес, ежедневный, и если вы специалист в области медицины, здесь очень важно понимать, что вы можете принести довольно серьезный вклад для пользователей, потому что им просто не хватает этих знаний, они идут на Википедию, потому что это им важно, потому что там написано, ну, относительно полно. И если вы понимаете, что на Википедии есть какая-то ошибка в описании препарата или, там, действующего вещества или чего-то еще, то это как раз тот момент, когда вы можете фактически спасти жизнь. По поводу... Давайте я отвлекусь немножко и расскажу на то, как я вижу Википедию через 5, 3, 5, 10 лет. Я немножко фаталист, я не думаю, что Википедия будет через 10 лет существовать. Я слежу за, скажем так, научными какими-то новостями. Это моя непосредственная обязанность. Тут будет видно, наверное, что я магистр по научной коммуникации. И я считаю, что как только появится тот формат получения информации, который будет удобнее Википедии, Википедия умрет, потому что она ценна полнотой, она не ценна юзабилити, она не ценна какими-то... тем, как она выглядит, тем, как в нее нужно вносить изменения. Это все очень старое, это все очень непонятно. И как только появится что-то, что может это обойти, ну, не знаю, например, прямое внедрение информации в мозг. Прекрасный момент. Я знаю людей, кто над этим сейчас работает. Как только это будет массово, Википедия вымрет. Ну, она вымрет как сайт, как информация. Я не знаю. Мне кажется, что это как-то немножко трансформируется. Вот. Поэтому, возможно, сейчас моя лекция немножко... Ну, не то чтобы в пустоту, но, возможно, она будет в какое-то время не очень актуальна, потому что, ну, если Википедия умрет, о чем мы здесь делаем. Тем не менее, все, что я рассказываю, оно касается не только Википедии, оно касается, наверное, любой информации, которая так или иначе подтверждена источниками, подтверждена, имеет вообще какой-то факт-чек. То есть вы, как специалисты, можете сделать этот факт-чек, и это супер важно. Давайте я вам быстренько на примере статьи с главной, вот которая сейчас прям висит на главной, расскажу важные вещи, как вы можете понять, что эта статья хорошая или плохая, и, соответственно, нужна ли ей какая-то экспертная помощь, или нет. Во-первых, эта статья имеет статус. Раз она на главной, раз она прямо написана, что она относится к какому-то разделу, то она имеет статус. Но если вы не знаете, что эта статья на главной, если вы видите просто ее вот так, как есть сейчас, как вы можете понять, что она хорошая? Вот эта вот маленькая звездочка, сейчас я ее покажу, вот, я хотела показать это, вот эта вот маленькая звездочка сбоку, это означает, что статья прошла некоторую экспертную оценку. Экспертную, опять же, экспертную, значит, вот то сообщество, которое есть внутри Википедии, то есть те люди, которые участвуют в обсуждении статей, качество доработки, еще чего-то, и те люди, которые присваивают в итоге какой-то статус, это все эксперты внутри Википедии. То есть экспертная оценка, она вот как бы внутри Википедийная оценка. То есть это не значит, что пришел какой-то историк и обязательно все проверил и сказал, что здесь вот по фактам все прекрасно изложено. Нет, это означает, что она соответствует всем формальным критериям внутри Википедии, и с ней все в порядке. Я неоднократно натыкалась на статьи, которые написаны и имеют статус, и, возможно, ну там три группы статусов, это добротная, хорошая и избранная, у них там разные критерии, ну это я по градации от меньшего к большему сейчас рассказала, я натыкалась на избранные статьи, то есть это считается самые лучшие, которые содержали ошибки и неточные изложения или были просто ну нехороши. И это не значит, что что-то плохо, это значит, что ну вот они проходят формальные критерии Википедии. Поэтому вы можете посмотреть, есть ли у статьи какой-то статус. Если статуса нет, значит статья, скорее всего, требует доработок, ну либо на нее просто никто больше не обратил внимания, либо ей нужно что-то помочь доработать. То есть это абсолютное большинство статей. Вы можете в другое место, где вы можете увидеть, что есть статус, в обсуждении статьи тоже есть шаблон, в котором присвоена дата этого статуса, и вы сможете опять же увидеть, когда это было сделано, и даже перейти на страницу обсуждения, на которой были аргументы по поводу присвоения этого статуса. Если вы с чем-то не согласны, на самом деле лишить статуса статью никогда не поздно, это я не призываю, это я просто говорю про то, что если вы понимаете, что в ней что-то не так, и она имеет статус, то вы как специалист можете прийти и сказать, что я считаю, что вы поторопились, вот вам определенные источники, по которым можно что-то доработать. Я, к сожалению, не специалист в Википедии. Я не знаю, как это сделать, чтобы не испортить, поэтому, пожалуйста, донесите информацию, я вам помогу аргументацией. Это вполне себе хороший вариант, как можно быть википедистом, не редактируя статьи. Еще есть варианты, где можно посмотреть, это уже просто еще одни места, где так или иначе отмечено, что статья хорошая, то есть есть фактически четыре места. Это вот звездочка в начале, где заголовок, вот такой шаблон в конце, перед категориями, в обсуждении статьи тоже есть шаблон. И еще один вариант, четвертый, это вариант, где указаны языки, то есть если вы видите, что возле какого-то языка стоит звездочка, это значит, что в том языковом разделе статья имеет статус. То есть если вы сейчас переключитесь, например, на английский язык, то вам будет показано, что у статьи в русском есть статус. Это как бы еще одно место, где можно посмотреть хорошую статью. То есть если вы, например, специалист, и вы видите, что статья по какому-то термину довольно плохая, но вы не знаете, как помочь, вы можете посмотреть, если в других языковых разделах статусные статьи, то есть просто, не знаю, там смотрят, например, англоязычный раздел, там стоит звездочка, и вы такие, о, вот оттуда можно взять информацию и источники, потому что источники не обязательно должны быть на том языке, на котором написана статья. Они могут быть спокойно переводными. Сейчас переводчики, которые встроены в браузер, работают просто отлично, чтобы перейти на англоязычную версию, включить переводчик, если вы недостаточно, например, хорошо понимаете язык, не знаю, любой, индонезийский, итальянский, неважно, вы просто переходите на тот раздел, в котором стоит статусная статья, включаете автоматический перевод страницы и смотрите, что там написано, и смотрите, какие там есть источники. И вы можете, опять же, точно так же, либо, не знаю, самостоятельно это перевести, либо предложить кому-то к переводу, сказав, что, типа, вот, смотрите, как есть, либо вы можете, например, написать черновик в, не знаю, в Google Doc'е и приложить к нему комментариями ссылку, ну, то есть в том формате, который вам суперудобен, приложить к нему просто ссылки на источники и скинуть этот черновик кому-нибудь из википедистов, кто умеет работать с оформлением текста, кто умеет загружать это на Википедию или делать что-то еще. То есть вы можете работать предварительно с текстом или с чем-то еще. Вам не обязательно для этого работать непосредственно на Википедии. Вообще, непосредственно публикация и какие-то еще вещи, это просто последний этап работы, когда нужно обращаться к Википедии. Вся подготовительная работа делается вне ее. То есть Википедия на самом деле нужна только в двух случаях. Первое – это когда вы приходите и что-то читаете. Второе – это когда вам нужно что-то загрузить. В всех остальных случаях все, что вы делаете, лучше делать вне ее. Есть невероятное количество текстовых редакторов, в которых можно это все спокойно сделать, просто выбирайте удобный вам. У меня есть, я вам могу показать то, как выглядит, возможно, немножко страшно для неспециалиста, я сейчас найду чего-нибудь такого интересного. Ну, давайте я вам покажу сейчас скриншот из своего текстового редактора, который с подсветкой кода, и он уже для таких профессиональных и продвинутых пользователей, на самом деле, кому-то может быть даже проще, имея подсветку кода, разбираться, потому что вам сразу становится понятно, что происходит, и глаз не отвлекается на ненужные элементы. Сейчас я найду, куда она загрузилась. Вот. Для страха у меня это выглядит вот так. То есть, соответственно, это всего лишь шаблон заполнения источников, то есть он очень формальный. Если вы работали так или иначе с оформлением научных работ, вы понимаете, что источники, они оформляются по определенным ГОСТам. Я как специалист издательского дела это очень хорошо понимаю. И здесь формально примерно такой же ГОСТ, только на самом деле немножко в более свободной форме. То есть у вас есть какие-то параметры, вам нужно написать заголовок, вам нужно дать ссылку, вам нужно написать год издания и все такое. Ничего сложного, выглядит страшнее, чем кажется. Поэтому вам совсем не обязательно в этом всем разбираться. От вас, как от специалистов, требуются только ваши знания. Я на самом деле немножко... Вы не возражаете, если мы на полчаса задержимся? Это нормально? Так, давайте я вам покажу чего-нибудь еще полезного, как раз на тему вашей экспертности. Опять же, как можно проверить, что статья хорошая? Опять же, на примере этой прекрасной статьи с главной страницы. Естественно, это список литературы. У меня был опыт, я делала опрос социологический среди специалистов с образованием, с дипломом специалиста, как раз на тему Википедии. Мне нужно было для научной работы. И что я выяснила в итоге, что специалисты считают, что русская Википедия может быть не очень хорошая в плане источников, ну, точнее, не очень хорошая в плане содержательного. То есть они там предпочитают, например, читать иногда англоязычную Вики. Но тем не менее, никто никогда не смотрит и никогда не важно, какие представлены источники. То есть им содержание статьи гораздо важнее, чем указанные доказательства, чем представлены доказательства. Вот в той же самой статье про молоко А2, которую я вам сейчас еще раз дублирую, вы, если пролистаете вниз, вы сможете увидеть количество источников, которые были добавлены для того, чтобы подтвердить информацию. Как оказалось, пользователи-специалисты просто приходят и читают текст, и им совершенно не важно, какие доказательства есть внизу. Но мы-то с вами специалисты другого толка, мы же понимаем, что надо смотреть на источники, на информацию и понимать, насколько это хорошая информация. Поэтому, естественно, иметь смотреть на литературу. Сейчас я скажу очень страшную вещь, наверное, для некоторых преподавателей, но я считаю, я аргументированно считаю, что ссылаться на Википедию, не знаю, в курсовых работах, это совершенно не зашквар, то есть это можно делать. Сейчас я объясню, почему я так считаю. Если вы как специалист понимаете, как устроена Википедия, и знаете, что у нее есть какие-то критерии значимости проверок и чего-то еще, то вы можете определить, можете отделить хорошую статью от плохой статьи. И в хорошей статье там уже есть список литературы, она уже структурирована таким образом, что на нее можно сослаться. То есть человек уже проделал исследовательскую работу, и она такого качества, что можно сказать, что да, это хорошая работа, и сослаться на нее, не знаю, в курсовой. Потому что нет смысла тратить еще раз свое драгоценное время на то, чтобы пройти все те источники, которые указаны в этой работе. Соответственно, вы как, например, люди, которые проверяют эту работу и проверяют источники курсовой работы, натыкаясь на страницу Википедии, которая написана примерно таким образом, как вот статья о молоке А2, вы просто должны кивать головой и говорить, окей, студент разбирается в вопросе и понимает, что такое хорошая статья, что такое плохая. Но если за ней действует, там, не знаю, следует статья, которая выглядит супер паршиво, то нет, студент не разбирается, к сожалению. То есть, опять же, вы как специалист можете научить тех людей, которых вы можете научить, как отличать хорошую проверенную информацию от нехорошей непроверенной, что вообще супер важно в наше время, потому что информации очень много, фейк-нюс тоже очень много, и Википедия со своими алгоритмами перепроверок, она является такой саморегулирующейся, и вероятность, что туда проскочит, особенно на какую-то суперважную тему, какая-то ерунда, она крайне низкая. У меня был момент, когда я читала лекцию как раз специалистам по научной коммуникации вот следующего поколения за наше, и у меня было маленькое задание, я им предложила внести, ну, не то чтобы вандальную правку, но какую-то шутливую правку в статьи, чтобы посмотреть, как долго она продержится. В общем, те, кто сделали это задание, сказали, что правка была отменена буквально в течение нескольких минут или даже секунд, потому что у каждой статьи есть наблюдатели. Если вы так или иначе редактировали эту статью и не убрали галочку «следить за ней», то вы автоматически становитесь наблюдателем этой статьи, и у вас в вашем списке наблюдения есть все изменения, которые так или иначе были после вас. Соответственно, сейчас алгоритм Википедии, он тоже работает с некоторыми, не знаю, научными прогрессами, техническими прогрессами, они, алгоритмы сейчас отмечают степень качества правки, которая внесена, то есть она, может быть, либо не отвечена никак цветом, и тогда, ну, это считается нормальной правкой, либо есть несколько вариантов, когда, например, она подсвечена желтой, красной, не знаю, оранжевой, соответственно, чем темнее, тем более вероятно, что правка вандальная или там какая-то, ну, не то чтобы вандальная, но, может быть, просто несоответствующая правилам Википедии. Соответственно, люди, которые за этим наблюдают, они приходят, они смотрят, что там было внесено. Но я вам сейчас, наверное, покажу, я, к сожалению, не могла сделать заранее все скриншоты, это довольно сложно, но если... я вам, на самом деле, буду показывать ссылки. Вот. Я вам сейчас покажу, вот сейчас сравнение версий в истории, чтобы вы понимали, как это работает. Сейчас я вам скопирую. Если вы сейчас перейдете на страницу, вы увидите, чтобы ничего там случайно не нажать, вы можете просто потом закрыть эту вкладку, и все. То есть я вам сейчас показываю вариант сравнения версий, в котором видно, с одной стороны, желтым это то, что было, зеленым то, что стало, красным это то, что изменилось в процессе, ну, непосредственно этого блока. И вы можете видеть, в каком варианте за статьей наблюдают те пользователи, которые на нее подписаны. То есть они могут сравнить и посмотреть, там, хорошее внесение или плохое внесение, и исправить или добавить. Что, в общем-то, супер важно, и нужно понимать, что это работает вот сейчас для всех внесений, так или иначе, в какие-то статьи. То есть со старыми статьями такое, может быть, уже не прокатит, потому что, ну, они слишком давно, слишком давно у них внесены какие-то изменения, но с новыми их всегда просматривают. Так, сейчас, что у меня с последнего? Десятый. Вот как раз по поводу истории изменений, вот то, что я вам сейчас показала, вот сейчас на скриншоте видно, как это посмотреть. То есть есть вот история изменений статьи. Если вы в нее заходите, у вас появляется список того, что с ней происходило. Как я говорила, в Википедии регистрируют каждый чих, абсолютно. Здесь показывают по умолчанию две последние версии, которые... Ну, выделены две последние версии, чтобы сравнить последние изменения, но всегда можно галочку переставить, а потом нажать на сравнение выбранной версии. И тогда вы получите тот самый вид, который я вам только что прислала. То есть у вас будет старый вариант и новый вариант, и подсвеченные так или иначе изменения. Соответственно, здесь видно, что человек, который вносил последние правки, у него есть статус, и это отпатрулировано. То есть в случае, когда вы видите статью, вот когда вы включаете непосредственно статью на просмотр, то вы видите последние изменения, а оно не светится как непроверенное. И в этом случае, естественно, можно доверять написанному, потому что человек, который получает статус, правки которого проверяются, он как бы не левый человек, он там не откуда-то пришел, он уже имеет большой вклад, у него есть какое-то доверие от сообщества, и, соответственно, то, что он пишет, ну, оно точно соответствует правилам сообщества. Что бы такого еще интересного показать? О, прекрасно. Знаете ли вы, что в Википедии есть статистика просмотров? И можно посмотреть, каковы критерии правок, когда им стоп. Критерии правок. Вообще любые изменения Википедии, они по совсем одинаковым условиям и параметрам делаются. Вот все, что, например, написано в моей памятке, там как раз сказано про критерии, но отдельно имеет смысл посмотреть, все, что пишется в Википедию, оно проходит критерии значимости. То есть нельзя просто прийти и написать, что, я не знаю, там в доме номер, там, не знаю, 5 по Садовой улице состоялось собрание жильцов. Но это будет незначимо, это будет слишком мелко по... Сейчас, секундочку. Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками. Проверки требуют... Да. Да, конечно, есть такие. Давайте я сейчас договорю быстренько про критерии значимости, чтобы прокомментировать все остальное. Извините, что я отвлекаюсь. По поводу критерии значимости я уже показывала про то, как смотреть правила Википедии. Если вы наберете в Википедии двоеточие критерии значимости, то вы как раз попадете на те самые правила, которые, ну, скажем так, регулируют, что достойно Википедии, а что слишком мелко для нее. И в этом случае, конечно, умение подбирать довольно серьезные вещи, которые можно внести, а которые не надо, потому что, ну, это слишком неважно. Это, конечно, отдельный скилл. И он, скажем так, он больше... Ну, он либо набирается с опытом, либо на это есть какое-то изначальное чутье, либо для этого нужен прям скилл редактора, потому что... Иногда бывает так, что действительно внесена какая-то информация, которая, ну, я не знаю, для... Опять же, я буду об этом говорить завтра для организации, например, для университета. Она считается важной, а по меркам Википедии она не важна. То есть, например, не знаю, университет, там, не знаю, последние три года готовил запуск какой-то образовательной программы. То есть это не факультет, это просто образовательная программа. Да, она очень крутая, да, она может быть там какой-то, не знаю, суперважной сейчас для России. Ну, вот объективно, да, но при этом для Википедии она будет незначима, потому что это слишком мелкое событие. Но если на открытие этой программы придет кто-нибудь из, не знаю, ну, губерната города, наверное, мелковата, но вот если придет Путин, вот куда придет Путин, это, знаете, вот как не даст, куда он приходит, это точно значимо. Вот примерно то же самое и с Википедией. То есть если эта программа, в которой набирается, я не знаю, в качестве преподавателя и специалисты, вот все викизначимые преподаватели, про которых прям есть статья, и там происходит что-то суперважное, не знаю, на открытии, скорее всего, да, про это можно будет вписать, в остальных случаях нет. То есть это такие вещи очень тонкие, это прям совсем тонкая материя, которую нужно только опытом нарабатывать. Ну, либо сверяться с правилами, либо, опять же, спрашивать сообщество. Поэтому я вам предлагаю подружиться с кем-нибудь из википедистов, которые вам будут рассказывать вот это значимо, а вот это нет. А еще лучше с двумя, чтобы сверять их версии, потому что, как правило, википедисты любят интерпретировать правила, или считают, или у них есть собственное мнение по поводу того, что важно, а что нет. То есть тут как бы все грешные, это не... Ну, это не порог, окей. По поводу того, что какие-то страницы не проверялись и много правок, опять же, можно зайти в историю просмотра, ну, точнее, в историю правок, и посмотреть, какие там были правки. Я вот сейчас верну назад, чтобы показать довольно важную вещь. Вот здесь в истории правки отображается ее размер. Вот здесь, видите, минус красное, это значит, что статья стала меньше на такое-то количество байтов, то есть там буквально несколько знаков убрали, ну, какое-то, не знаю, слово, например. Вот, а если плюс один, ну, не знаю, ну, запятую, может быть, поставили. Вот, то есть это как бы количество, ну, там, байтов информации, которые там есть, и для того, чтобы понимать, какие там были правки и стоит ли доверять этой статье по-хорошему, лучше прийти, то есть можно включить... У меня здесь просто не показано, у вас есть вариант стабильная версия, скорее всего, то есть если вы приходите, там есть последняя версия, стабильная версия или как-то так, вот, и всегда можно смотреть на ту версию, которая была проверена, а еще можно заходить в историю и смотреть, что было внесено, то есть можно делать вот такое сравнение, то есть прямо отмечать все 35 правок, просто листать вниз до той правки, которая была первая непроверенная, там всегда отмечено, когда последняя правка проверена, то есть до нее, и сравнивать, что изменили. Иногда бывает так, что статью целиком и полностью переписали, то есть вы можете видеть, что там всего одна правка не менялась, но тем не менее статья просто 100% переделана, То есть вот старая версия, она вообще удалена, а новая вообще просто целиком полностью вставлена. И зачастую так бывает, что новая версия, она просто даже лучше. Википедия предпочитает ссылки на вторичные исследования, архивные документы. И да, и нет. То есть тут есть немножко противоречивые. Да, первичные исследования считаются для Википедии, как это называется, оригинальным исследованием. То есть для того, чтобы подтвердить, что вот это вот оригинальное исследование действительно важное, о нем должен кто-то написать. В случае научных, например, работ, есть немало СМИ, которые пишут по результатам пресс-релиза какую-то новость. То есть, например, выпускается научная работа. Обычно, не знаю, пресс-служба какой-то научной организации, при которой делалась эта работа, рассылает пресс-релиз в различные медиа. Вот эти СМИ уже смотрят что-то на самом деле хорошо. Они могут написать, например, новость про то, что, ну там, не знаю, университет, там, не знаю, МГУ сделал, там, не знаю, лаборатория, там, почвоведение, условно, сделала такое-то исследование, результатами стало вот то-то, вот то-то. И вот этот источник, ну, опять же, в зависимости от СМИ, то есть если ты написал, не знаю, новая газета, то это хороший источник. И тогда имеет смысл сослаться на этот источник, а не на опубликованную научную работу. То есть научная работа, она может быть опубликована, например, в качестве примеров научного вклада в биографии пользователя. То есть если есть биография, там, не знаю, ученого, у него есть отдельный раздел, он не источник, это раздел его, например, там, не знаю, научной деятельности, и там указаны научные работы, которые он сделал. Вот, но в случае, например, если он пишет про, не знаю, квантовые технологии, да, а потом в этой статье про квантовые технологии вы ссылаетесь на его научную работу, это будет уже неправильно, нужно будет какой-то источник, который писал о его научной работе. Про архивные документы тут немножко сложнее, потому что архивные документы, они тоже очень разные, и в случае медиа это немножко один подход, в случае архивных документов, которые именно из архивов, это другой подход, и тут все немножко сложно. Ну, я попыталась в памятке так или иначе описать какие-то важные вещи по источникам, там, конечно, не написано про, именно про научные исследования, на таком виде есть это правило, если вы поищете, то вы его найдете. Или если вы меня спросите, то я обязательно вам подскажу, где его найти. Как еще можно быть специалистом, и как можно использовать свою экспертность? Например, вы не хотите что-то писать, но у вас есть качественное изображение. В случае любой статьи вы видите сбоку какое-то боковое меню, и в случае этого бокового меню вы можете видеть связанные с ним проекты. Здесь есть, например, такой проект, как Викисклад, таком от Вики, который, это сайт с фотографиями, вообще медиа-изображениями, это могут быть аудио, это могут быть видеозаписи. Все фотографии, почти все фотографии, которые вы видите на Википедии, они хранятся вот там вот на Викискладе. То есть есть некоторые изображения, у которых есть сложности с авторскими правами. Например, у нас есть такая несвобода панорамы. У нас, например, нельзя просто прийти и сфотографировать памятник, а потом выложить его на Википедию, потому что, скорее всего, этот памятник все еще под авторскими правами, там, не знаю, архитектора или, там, не знаю, кого-нибудь, кто его сделал. Вот, поэтому вы можете сделать только, ну, чтобы его показать, нужно будет загружать локально на ру Википедия. Вот, а чтобы загрузить какие-то другие фотографии, например, сделанные вами, или если у вас есть, если, например, хороший вариант, кстати, для ученых, я всегда всех призываю, кто занимается, естественно, науками, у которых есть фотографии, например, с микроскопов или какие-то другие изображения, которые сделаны непосредственно вами, вот их можно загружать как раз на Викисклад и иллюстрировать статью. То есть если вы понимаете, что, ну, там, например, заходите в какую-то статью, которую вы можете чем-то проиллюстрировать, вы можете перейти на Викисклад и посмотреть, ну, совсем не обязательно, опять же, этот раздел будет, то есть если нет фотографий, то, скорее всего, Викисклада не будет, тогда нужно будет идти просто отдельно на Комс Вики. Это тоже отдельная большая тема про иллюстрирование, и это тоже не имеет сейчас смысла рассказывать. Какие-то серьезные вещи я, ну, смотрите, какие-то базовые, например, вещи, написанные в памятке, наверняка вам об этом еще рассказывали раньше. Я сейчас просто скажу, что это тоже очень хороший вариант, как можно использовать свои наработки, свои какие-то экспертные знания и свои материалы для того, чтобы помогать Википедии, то есть делать какое-то иллюстрированное изображение. Там тоже есть какие-то правила описания, но они не такие суперважные, чтобы, ну, чтобы прям не разобраться, то есть они не настолько сложные. По поводу того, как, опять же, смотреть хорошие материалы. То есть если вы, например, преподаватели, побуждаете, не знаю, студентов написать хороший материал, вам нужно будет показать им хороший пример. Либо вам нужно самим понять, что выглядит вот в этом конкретном разделе хороший пример, чтобы сравнить, например, та статья, которую вы нашли, она плохая или хорошая, и какая должна быть хорошая. На главной странице всегда есть ссылки на последние избранные, на последние хорошие статьи, и в конце всегда есть архив. Все избранные, все хорошие, ну, там еще есть добротные. И когда вы перейдете по ссылке, эта ссылка, когда вы перейдете по ней на отдельную страницу, там будет, ну, скажем так, собрание всех статей, которые так или иначе являются статусными. То есть вы можете переключать между порталами хорошее, добротное и избранное. Ну, точнее, не порталами, а страницы на порталы. Это немножко отдельная тема. И чтобы найти пример, вы можете воспользоваться просто поиском по странице, да, то есть вы нажимаете Ctrl-F и там, не знаю, пишете, не знаю, барон или здание, или что-то еще. Ну, то есть просто пытаетесь найти какой-то пример, либо просто пролистываете страницу, оно будет либо в хороших, либо в добротных, либо в избранных, либо такой вариант, что, конечно, оно может быть еще не написано или не имеет статуса. То есть если искать прям по статусным статьям, то можно искать вот здесь на портале хорошее, добротное и избранное, чтобы самостоятельно определить, ну, как бы если вы заходите на страницу и не видите звездочки, то вы можете понять, что она хорошая по каким-то определенным критериям, например, по качеству изложения и количеству источников. И, опять же, если вы специалисты, вы понимаете, насколько хорошие эти источники, то есть если вы видите, что половина из них – это какая-то ерунда, тогда это точно не та статья, на которую имеет смысл ссылаться. Вот это пример как раз этой же страницы чуть ниже. Здесь, видите, собраны статьи, вот они по тематикам разбиты сначала по категориям, то есть география, история, наука, а внутри нее по каким-то более узким областям, и уже какие-то вещи можно будет посмотреть более детально именно в списке. Это что касается проверки, хорошая статья или нет, подойдет она вам или нет. Что бы еще такого суперважного сказать? Я вам начала, кстати, показывать, давайте я немножко вернусь, опять же, как это может быть полезно, про историю просмотров. История просмотров – это суперуникальная вещь, то есть как на нее можно попасть. Если вы заходите на страницу истории изменений, вот здесь есть такая вещь, как статистика просмотров. Вот она, маленькая. И когда вы на нее переходите, вы попадаете вот на эту страницу, в которой можно отметить график просмотров. То есть Википедия с середины 2015 года, по-моему, хранит, да, с июля 2015 года хранит количество просмотров. И можно посмотреть статистику, в ней можно выбрать там разные периоды, в том числе, например, последний год, и посмотреть, насколько эта статья популярна, какие у нее есть всплески, какие у нее есть, не знаю, провалы. Потому что я, например, когда исследовала, у меня был такой забавный опыт, что довольно популярные статьи на какие-то общие образовательные темы, ну, такие школьные, университетские, которые нужны в процессе обучения, у них есть провал летом, ну, потому что никому летом не нужно. Еще обязательно у всей Википедии провал на Новый год и в первые дни после Нового года. Ее почти никто не читает. Вот, а в остальном график выглядит, ну, вот, относительно одинаково и с таким провалом на летние месяцы. Вот, то есть зачем нужно количество просмотров, почему вам это может быть важно? Вы можете оценить, стоит ли вкладываться в изменение этой статьи или нет. То есть если вы понимаете, что статья написана плохо, и вы, например, оцениваете ее количество просмотров за год, и понимаете, что, например, 5800 просмотров за год, это 5800 человек, да, которые пришли почитать, и нужно ли вам тратить силы на то, чтобы улучшить эту статью. Вообще, я не могу сказать какое-то среднее количество просмотров, вообще около тысячи за статью это считается уже неплохо, потому что есть очень много. Вот, опять же, по тому исследованию, которое я делала, я выгружала более 200 тысяч наименований статей и сортировала их по количеству просмотров. После сортировки и фильтрации у меня осталось всего 2000 или 5, я не помню. Ну, в общем, совсем мало, и, то есть большая часть она не набирала даже 5000 просмотров или там даже меньше. Поэтому, ну, насколько это нужно делать или нет, решать сильно вам. Никто за вас это не решит. Может быть, вам просто, ну, как бы просто физически неприятно от того, что там есть какой-то неправильный источник, и если вы его поправите, то у вас наступит такое, не знаю, душевное спокойствие, гармония, и, естественно, это того стоит, потому что это очень крутое чувство. Вот, но если это, например, какое-то общезначимое... Ну, то есть, смотрите, я вам сейчас покажу сравнение, то есть можно посмотреть статистику вот одной статьи, это статья, которая на главной, которая имеет статус, а вот это сравнение просмотров нескольких статей, то есть это вот Анна и ее два мужа. И мы, например, можем видеть, что второй ее муж, он не такой популярный, как Анна, а первый муж, он попопулярнее, у него и количество просмотров побольше, и в целом он так как-то пики имеет. То есть есть какое-то время, когда на него прям почему-то часто заходили. То есть, видите, больше-больше 200 тысяч просмотров за один раз. И, то есть вы можете, например, сравнить несколько тематик, то есть вот здесь на странице, ну, вот в поиске вот здесь можно вписывать название Вики-статьи, вот как она есть, и она будет... будет такое выпадание списка, если там есть статья, если вы ее правильно написали, ее просто можно выбрать, и тогда появится график. Вот в этом случае вы можете, например, сравнивать популярные и непопулярные, и решать, какая из них стоит внимания, какая там еще подождет, или я не знаю, что-нибудь еще. Ссылочка, где делается такое сравнение. Ну, я показывала, где ее найти, но я могу сейчас, да, статистику просмотров, сейчас я ее пришлю. Я ее пришлю в том виде, в котором она открывается, а дальше, я думаю, что по настройкам, которые на скриншотах, которые я, опять же, покажу, давайте я их все просто открою, чтобы у вас была возможность посмотреть, или там, я не знаю, Павел, здесь можно сохранить как-то? Ну, ладно, разберемся, так разберемся. Давайте я подытожу, пока буду подытоживать, я пойму, что я упустила. Значит, по поводу того, зачем Википедия специалистам, и зачем специалисты Википедии. Специалисты Википедии нужны, потому что, в отличие от не-википедистов, они профессионалы, и их опыт ценен просто в масштабах знаний и распространения этих знаний. То, насколько вам нужна Википедия, решать только вам. То есть, как скилл, такой софт скилл или хард скилл, мне суть важно, Википедия дает большой, ну, такой плюс к уважению вас как специалиста, потому что разобраться в ней очень сложно. То, что я сейчас рассказала, это очень сумбурно, скорее всего, прозвучало, потому что это очень сложно структурировать и в том числе сложно разговаривать. Но здесь как бы немножко важно другое. Вы как специалист можете пользоваться Википедией и показывать, что вы не просто, ну, там, не знаем, где-то преподаватель или где-то специалист на своем деле, вы еще делитесь своими знаниями и пользуетесь ими, чтобы проверять данные. То есть факт-чек со стороны вас, это очень важно. Второе, что можно делать, это можно помогать сообществу и делать это не обязательно изнутри, не обязательно разбираться, как все пишется, чтобы как-то помогать. Можно разобраться только в том, как оставлять комментарии, то есть разобраться в том, какие источники считаются хорошими и как оставлять комментарии. И просто послеживать, сделали ли или нет, и периодически попинывать. То есть говорить, что, типа, ну, там, прошла неделя, а вы еще не сделали. Можете ли вы дать ответ, когда это получится? Потому что, ну, википедисты все люди заняты, и никто из них, кроме нас, ха-ха, не работает полноценно на Википедию, так, чтобы заниматься только этим. Поэтому нужно понимать, что у людей есть разное количество времени, они заняты разными вещами, и Википедия — это их целиком полностью свободное время. Потому что, ну, даже те специалисты, которые занимаются, например, в Wikimedia.ru, вот это некоммерческое партнерство российское, они ведь тоже не 100% занимаются Википедией. То есть, да, сейчас пока у них есть гранты, они делают лекции и там путешествуют, чтобы читать все лекции и прочее. Но, опять же, это не значит, что они сидят Википедией и что-то правят постоянно. Это абсолютно добровольческая вещь. Еще тоже очень важно понимать, что в Википедии нет главного. Ну, вот нет того человека, к которому можно прийти и сказать, там, не знаю, ну-ка стукни по столу, и чтобы там все было хорошо. Нет такого, нигде нет такого, ни в какой стране, нигде. Просто есть там представители, которые плюс-минус заметны. Они просто имеют какой-то, ну, не знаю, авторитет в пределах вот этого вики-сообщества, но они точно так же ни на что не влияют. То есть можно показывать на ошибке, можно учить других людей, как работать с Википедией, не работая с ней, опять же, просто объясняя людям, которые хотят это делать, я не знаю, там, студентам, еще кому-нибудь, или там, не знаю, какие-нибудь другие специалисты в нашей работе. Когда вы понимаете примерно хотя бы, как это устроено, вы можете подсказать, где это искать, или, я не знаю, или к кому обратиться, или хотя бы подсказать, как избежать типичной ошибки, чтобы там не случилось чего-то плохого. То есть перед тем, как, например, человек заявил, что он хочет что-то написать, и вы говорите, что типа, да, я понимаю, ты молодец, но вот там есть определенные какие-то правила, которые нужно изучить сначала, до того, как ты там будешь что-то писать. То есть вот эти знания про то, с какой стороны подойти к Википедии, это тоже очень важно, это тоже далеко не всем известно, и далеко не всем это я слабо преуменьшила, потому что никто не знает, в общем-то, кроме основного вики сообщества, а вы теперь знаете. И это, на самом деле, очень крутое знание. То есть я немножко теряюсь, как подытожить этот материал, потому что мне на самом деле самой более интересна тема, которую я буду рассказывать в следующий раз, она более узкая, там не придется настолько широко раскидывать, как бы щупальца и показывать что-то из проверок информации, что-то из проверок сообщества, что-то из того, как там все устроено. Там будет уже более детальный разбор, и он уже точно более структурированный. Но для того, чтобы к нему подойти, все равно нужно понимать, как это работает, как это устроено, потому что в случае, когда вы пишете о какой-то организации, вам 100% нужно будет общаться с сообществом или понимать, как его избегать. Это тоже очень важный навык, потому что в случае, когда, например, вам пришло какое-то сообщение, нельзя просто взять и проигнорировать его, можно каким-то образом отреагировать, это все тоже нужно понимать. Поэтому такая базовая вещь, как сегодня, она важна в общих чертах. Я надеюсь, что вы сами поймете, как вам взаимодействовать с Википедией, чтобы это было понятно. Я надеюсь, что у вас появилось чуть больше доверия к ее содержимому, потому что на самом деле процесс проверок, информация проходит невероятный. Мало какие журналы по ревью могут вообще таким похвастаться, потому что там, не знаю, что такое три слепых проверки перед целым веки сообществом, и вообще сообществом людей, и вообще всеми специалистами мира, которые могут прийти и проверить, особенно если это англоязычная статья. Поэтому я надеюсь, что вы используете эти знания в своих профессиональных, на своем профессиональном поле или поможете кому-то точно так же подойти к этому знанию. Как и обещала, я заканчиваю в 20 минут, точнее я обещала до 30, но до 30 мы уложились. Спасибо вам большое. Если у вас есть какие-то вопросы, наверное, сейчас. Павел, вы можете мне помочь? Можете подключиться? Анна, спасибо большое. Я думаю, что основные вопросы прозвучали прямо по ходу, и вы на них ответили достаточно оперативно. Вот кое-какие вопросы задал я, и вы тоже дали ссылочки, и это здорово. То, что у нас большинство людей осталось до самого конца, это очень хороший признак. Обычно примерно процентов 20-30 уходит до конца. Это значит, что это было очень интересно, и я приглашаю всех, кто здесь присутствовал, на наш второй вебинар, который тоже будет очень интересным. Я даже сделал такую заметку о том, что моя первая статья в Википедии была снесена года через два именно как раз по принципу аффилированности. Но тогда я совершенно не представлял, что писать. И мне кажется, я хотел бы немного прокомментировать, насколько второй наш вебинар будет важен. Мне кажется, наши вузы, особенно не очень крупные, и наши библиотеки нуждаются в нормальных статьях в Википедии, если, конечно, они отвечают параметрам, критериям значимости. А сделано это, как правило, либо вообще не сделано, либо сделано достаточно плохо. И вот наш второй вебинар, точнее, второй вебинар Анны может нам подсказать, как улучшить эти статьи, являясь при этом аффилированными участниками, то есть не скрывая своей аффилированности от Вики-сообщества. Потому что скрывать такую аффилированность это худшее, что можно придумать. Ну, слушайте, вы так немножко нагоняете, на самом деле все немного по-другому. Я сразу скажу, что на самом деле большее количество людей, которые так или иначе пишут о своих организациях, они не рассказывают о том, что они как-то связаны с этими организациями. И не то, что это нормально, это, естественно, нарушение, но не то, что когда он ходит, всех за хвост ловят. Просто я расскажу о том, какие плюсы у открытого аффилирования. Это важно. Да, да. Ну, моя роль немножко преувеличивает всегда, да, как ведущего. Ну, что ж, коллеги, спасибо, огромное спасибо, Аня. Спасибо вам всем, что задавали вопросы, что оставались с нами до конца. Ну, да, и моя обязанность ведущего сказать, что ваши сертификаты уже сформированы, вы их можете приобрести вот по этому адресу. Хотя это, конечно, совсем не самое важное. Ана, еще раз огромное спасибо, с нетерпением будем ждать второго вебинара. Хорошо, спасибо. Всего доброго, до новых встреч в Директ-Академии. Надеюсь, вам было и будет интересно. До свидания. До свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»